все мои дорогие вот и неделечка пробежала она была достаточно очень насыщенной подвинусь немножко ближе чтобы слышно было лучше она была очень насыщенная это и поездка в москву поездка очень интересная поездка тяжеловатая было бы сказал так но я немножечко расскажу они конечно сначала евангелие евангелие воскресном и потом уже расскажу о поездке если вам интересно здравствуйте батюшка константин всем добрый добрым людям и всем добрым людям до добрый добрый но давайте поставьте пожалуйста сердечко или что-нибудь что у нас тут лайк чтобы я увидел что все хорошо слышно и начну же все вижу спасибо большое если кто-то будет задавать вопросы я буду отвечать чтобы я понимал что вы услышали ставьте пожалуйста там или напиши пишите да спасибо за ответ ну просто элементарная культура или сердечко чтобы я сразу видел здесь по моему лайк если не ошибаюсь это в инстаграме когда я веду трансляцию то там сердечко значит сегодня у нас еванское чтение читалось от матфея достаточно интересное еванское чтение почему потому что вообще очень часто господь рассказывал добрый вечер или добрый добрый вечер всем кто присоединяется вот господь часто общался со своими учениками все кто рядом присутствовал причем и вот сегодня мы читали одну из притч который господь рассказывает своим ученикам значит говорит один господин насадил виноградник полностью его скажем так современным знаком оснастил я оставил смотреть за ним двух людей и вот послал свое время чтобы плоды собрали этому господину но одного не избили потом он опять посылает того в полу смерти избили а третьего камнями забили вот ну и хозяин этого виноградника думаю что сейчас я пошлю своего сына и они его боятся и все сделать как положено но они между собой сговорили что давай мы его убьем поскольку он единственный наследник и все достанется нам так и сделали вывели его с виноградника и убили и вот господь говорит что сделает тот господин с этими двумя слугами конечно же накажет их как подобает и поставит над тем виноградником других очень интересная смысл этой притчи это где-то тут и ветхий завет затрагивается и новый конечно же господин это отец небесный можно сказать сын это христос а те которого слуги посылал он перед сыном это пророки наверно эти два господина это не два слуги которые всячески то избили то камнями убили на это ну на того времени народ еврейский который так и не хотел не пророков слушать которые часто обличали за нечестие в том числе и христа не приняли и распяли его как всего эту притчу перевести на сегодняшний манер посылает ли господь кого-то для нашего разумения безусловно это святые угодники которые много потрудились при жизни господь подчеркнув и святую значимость но порою не все слышат и в том числе отвергает ну и многие вот наши виноградники это наши в том числе таланты наши способности которые вместо того чтобы от благодарить господа мы их наоборот как бы закапываем лишь для себя используем или в свою славу но никак не божию поэтому сегодняшнее иванское чтение она очень разнообразно по объяснению и интересно вообще очень люблю притчи в том числе и которые господь рассказывает так добрый вечер батюшка помолитесь пожалуйста за меня мужа мою дочь ребенка который ношу под сердцем это пишет тайну танюша татьяна подкрепи вас господи сочады сосудник супругом лучше пишите имена чтобы я знал о ком молиться и желательно в личку чтобы сильно нам их чат не засорять что это очень индивидуальный момент и молитвы поэтому я всех призываю кто хочет чтобы помолился пишите в личку вот ну теперь о своей поездке в москву был замечательный форум форум международный молодежный который состоялся в москве на котором присутствовал святейший патриарх отвечал на вопросы молодежи около пяти тысяч а может даже больше пяти тысяч человек на нем присутствует в том числе и гости за рубежа громейшая территория площадки было 1400 квадратов 50 всякого рода разнообразных мастер-классов показали мне очень понравилось и из дерева там иконы вырезали или пили мозаика и мастер-классы по кройке шитья облачений поисковые как занимается работами допустим ну как вот кладоискатели да вот великой отечественной войны и о исторические площадке о гулагах какие были ну столько спортивные площадки были меня один мальчишка очень поразил стал заниматься ему 9 лет он занимается сноубордом но не просто мальчишка как бы мальчик без ног и вот это конечно удивило вы здесь на стене у нас сможете посмотреть как святейший патриарх к нему подходил и общался в том числе благодарю за его такое вот рвение к спорту и они к каким-то страданием что я бедный несчастный не на эту тему он конечно протестант но очень нравится как Ник Войчич говорит кто не знает кто такой Ник Войчич посмотрите очень интересный пример он говорит если у тебя нету рук и ног это беда но если у тебя нету бога в душе то это катастрофа без бога в душе это катастрофа кто согласен нажмите пальчик там или что там сердечки у нас я думаю вы со мной согласны да спасибо господи благодарю за единомыслие вот что интересно еще много было это выдающиеся людей а николай дроздов если не ошибаюсь потом андрей мерзликим был очень достойные люди другие актеры театра и кино спортсмены были очень на высоком уровне все организовано бесплатное питание были для нас размещение в гостинице очень все четко что мне понравилось это допустим автобус по миссионерском направлению да автобус храм на колесах то есть можно таким храмом приехать в те места где нету храма и для нуждающиеся помолиться да вот что еще ну огромная площадка там много всего интересных лекций было частности немножко и коснулись нашего проекта в вопросе о медиа работе в интернете о проповедях в интернете священников задали вопрос патриарху и о нашем проекте на что святейший сказал что нас большинство мы должны вести активную деятельности в интернете потому что мы несем слово божие и этого бояться не нужно понятно что каждый человек может оступиться то или иное сказать но тем не менее если ничего не делать как говорится ник кто ничего не делал не ошибается тот кто ничего не делает поэтому я думаю это хорошо что святейший под понимает что это сегодня необходимость всей этой площадке и будем трудиться дальше так ну давайте я надеюсь вы начали уже писать свои вопросы которые вас интересуют что мы с вами построили диалог я сегодня видела видео о иконе божьей матерь мне очень понравилось письмо господи да на самом деле я вот в этом храме который показывал вам за иконы я обещал как-то сдержал свое слово я в этом храме служил 6 лет замечательный храм пока не стали укрупнять епархии благочиния мы служили в одном храме у нас два было припискных раба которые один используется больше для треб подпеваний другой на больнице там молибния болящих вот и когда все это укропнение началось то нас распределили по этим храмом чтобы храмы были автономные каждый приход был самостоятельным и вот в этом храме конечно вот такие две святыни есть удивительные на вот эти иконы в том числе стекло отправляли на экспертизу и ученые дали заключение что это не рукотворно то есть не сделано руками человека вот то есть научное подтверждение вот я очень рад что вам было полезно как же уже успели везде еще пройти поехать к матронушке успели пройти да я ездил к матронушке помолился там под потом после матронушки поехал у меня встреча была очень очень хорошим человеком манта специалистов в своей области в частности продвижение в инстаграме никульшина елена очень верующая девушка кто интересуется инстаграмом и профессионально хочет продвигаться в нем моя рекомендую очень хорошая хороший специалист большой буквы и вот мы с ней встречались как неудивительно вот по интернету такая вот учители студенты курсы у нее вот в личном общении очень добродушный человечный с большой буквы человек ну может немножко масло масло но я постарался плодотворно провести время в москве дальше ботанический сад были мы ботаническом саду шли через него к новой днх немножко я заблудился честно говоря когда шел я в этот догонял свою группу по телефону сверни направо сверни налево я сверну немножко не туда и проходя мимо такого гостиницы спрашиваю одного мужчины групп реально иду ботанический сада да правильно на самом деле у меня неправильно сказал я иду иду смотрю ребята игры ребята точно правильно но нет вы про вам полностью развернуться выйти обратно но я потом уже бежал искать но честно говоря ботанический сад мне очень такой приятно удивил вот знаете так как будто ты не в городе оказался ними подмосковье очень приятно мы там еще нарвались на крота который вылез на асфальт не мог никак закопаться но мы ему пода помогли найти такую почту чтобы он уже с миром дальше проделал свой путь вообще интересная была поездка разнообразная не знаю чтобы вам еще интересно то рассказать с этой поездки ну очень много что масса масса там просто на был надо было там находиться что понять это такая полнота и особенно еще что интересно ты постоянно видишь от батюшка там отец павел там с батюшки с проекта батюшка онлайн и когда ты их видишь по компьютеру по телевидению тут воочию батюшка тот знакомый тот знакомый и другие подходят отец констане то есть понимаете мы друг друга все знаем потому что мы стараемся делать общее дело нету между нами различия я всегда говорю вот мне спрашивают батюшка на вас только ли подписываться я говорю ни в коем случае чего-то я не знаю другой знает поэтому в духовном плане монополий не может быть есть отец есть родной кровный есть отец духовник поэтому это две основные скажем так персоны в нашей жизни ну вот а остальных можно слушать тоже что-то полезное изыскать так у нас в троице в челябинской области тоже был было чудо никола чудо творца икона была очень старая во время службы икона обновилась я вам если хотите сейчас или напишите что хотите я может быть завтра если у меня получится в храме где я служу вот две иконы есть я вам тоже расскажу за них сделаю также трансляцию вообще удивительные две иконы одну одну историю очень удивительная у другой скажем так но чудеса которые от нее получает скажем так просимые николай чудотворца вот вы меня напомнили если хотите нажмите пальчики чтобы я увидел что вы хотите чтобы мне ехать не ехать пошел я поеду только завтра ради вас чтобы увидели это видео ваш у меня завтра такой относительный пол выходной не если икона мироточить дома всегда ли такс к сербям вот хороший вопрос спасибо большое за него алена спрашивать значит смотрите бывает искушение мироточить икона не всегда от бога скажем так бывает искушение чтобы человека вести в соблазг какой-то прелесть иногда мироточить и не от бога как это проверить искушение или на самом деле такое чудо чаще всего приносят храм и просят батюшку чтобы он ее поставил в алтаре если она в алтаре перестает мироточить значит это происки лукавый если дальше продолжать значит это чудо божие чаще всего так но других как бы вариантов проверить я не знаю может быть вы подскажете так дальше пойдемте спасибо ваш языке ответ во слава божию батюшка плохо себя чувствую что лучше за здравие 40 улиц или молебене что делать ну давайте так немножко поясним 40 уст есть оздравиваясь упокоение это в течение 40 служб уст то есть по минуту стами уста да чтение 40 служб по по минуту а молебень о болящем это чаще всего индивидуальная треба то есть треба это потребность поэтому тут и то и то хорошо но в первую очередь это испить причастие если но сейчас уже собор войне не будет это уже наверно теперь может следующем посту вот если именно в храме вообще когда человек болеет и вы желательно в том числе и собор ваться но безусловно испить причастие прошу самый главный врач это господь вот но медиков мы ни в коем случае не отталкиваем им господь свой талант дал которому мы должны тоже прибегать поэтому можно и 40 самолебень если у вас ксения да я запишу вас я помолюсь завтра буду храме вам трансляцию сделать я вот ручки здесь нету ну напишите мне в личку я помяну так как же здорово вы все увидели секунду лука до был бачка лука мы с ним на улице еще увиделись солнце на нас светит он говорит я бы сейчас весь светиться буду у него есть одна фотография где вот тоже со спины вниз светит солнце и он как найти как одуванчик такой забавное фото и вот тоже мы с ним так фотографировать я буквально в течение тени нескольких дней слеплюсь эти фотографии сделаю маленькое видео вот отец павел островский метро фана да все бачки были там мы с ними повидались бачка если на кладбище менять крест на память куда девать крест по влаговей насти так значит смотрите два варианта у нас у меня просто пуговица оторвалась поэтому приходится уже поправлять вот один вариант мы крест оставляем никуда его не деваем ставим за памятником но обязательно в памятнике должен быть крест это обязательно условие если это православный христианин почему объясню во первых потому что если священник придет помолиться или как минимум вы помолитесь вы не с собой не будете носить крест там иконы поэтому должно быть крестное знамение в идеале в идеале чтобы весь памятник это был крест а снизу только табличка желательно без фотографии в идеале только имя фамилия и даты до родился пачил почему объясню потому что значимый креста ничего нету а имя это напоминание кто здесь находится у нас получается наоборот значимый вот человек а бог ну так в уголочку по повесим крестик там начать нарисуем поэтому мы обращаемся к господу о душе человека а не к человеку о господи поэтому нельзя уравнивать или на да боже даже с родника значимый ставить вот значит что за памятником это один вариант второй вариант и поскольку крест деревянный можно его разобрать и тогда только отнести на мусорку потому что чаще всего ритуалчиков не освещенные кресты не освещенные если бы они были освещенные то конечно это уже святотатство так если мы разобрали он уже не имеет символа креста и ну лучше на мусорку лучше конечно не выкидывать это я предназвал худший вариант лучший оставить на месте за памятника средний это его разобрать и самому сжечь разобранный вот и третий вариант уже ну тогда на дрова лучше кому-нибудь на дрова отдать потому что это уже разобранный не крест так завтра я сниму вам так пальчики нажать а там внизу где-то у меня просто этого не вижу батюшка константин это я скажите как это мира точит икона это масло какое-то плохое да это такая маслянисткая жидкость истекает ну когда истекает она с дерева это как-то более понятно потому что дерево и смолу может выделять а здесь выделяется такая маслянисткая жидкость которая благоухает может мироточить вот в частности вы видели видео это железная икона бывает мироточить даже вот календари вот как у меня есть календарь да старый календарь еще с патриархом алексеем вот такие календари я видим мироточить а еще страшнее я видел иконы которые кровоточат то есть кровь выделяется с иконы ну это конечно вообще из ряда вон выходящие вот то есть такое чудо господь напоминает о себе так телефоны я могу только класс поставить в инстаграм там сердечки да ну по возможности чтобы я просто видел вашу реакцию ответил или не ответил вижу спасибо господи да встреча очень хорошая я видела фотки в инстаграме да согласен да фото у бачки луки очень хороший волос да как одуванчик так здравствуйте секундочку чуть-чуть не то на нажал слышала что на память нельзя ставить фото правда ли ну нет такого понятия что нельзя я бы сказал нежелательно почему я объяснил потому что значимый крест я бы не хотел чтобы мое фото и я сразу на будущее говорю мне никаких фото не нужно я вообще хочу скажем крест чтобы снизу была подпись и маленькая ниша для лопатки чтобы можно было прийти лампадочку затеплять и помолиться вот вы скажете батюшка ты что с ума сошел ты еще молодой но в то же самое время мои родные а кто знает из нас свой последний день и час молодыми мы или старыми дай бог что всем и желаем вам доброго здравия чтобы мы все с вами дожили до глубокой старости и увидели внуков и правнуков вот крестников воспитали чтобы они в том числе помолились о нас но не знаем мы последнего дня ни часа поэтому должны каждый день пометовать о смерти чтобы себя так сказать отрезлять что ты не вечен что ты не небожитель поэтому почему бы и нет мои все относительные близкие не относительно близкие я оговорился они знают что как зачем мне самое главное мне без разницы что с моим телом где его похоронят там как его похоронят в каком гробу его похоронят совершенно безразлично по большому счету но вот чтобы был крест и да все сейчас у меня монитор тут потух я чуть-чуть включу вот чтобы был крест и чтобы мне молились мне больше ничего не надо о моей душе телу-то уже все равно по большому счету у нас какая-то с вами сегодня полуритуальная беседа получается так я хочу крест на могилу я муж так сказал но хочу каменные с моей рощицы с моей рощицы вот ну давайте может быть еще какие-то есть вопросы если нет я отвечу пару вопросов которые мне задавали в течение недели в частности вчера в инстаграме во время трансляции задавали вот если не будет то я буду те отвечать есть выше милашка я не видел сейчас пролистаю а слышала что душа не уходит а вот все вижу ваш вопрос я слышал что душа не уходит на небо если ставить фото нет душа в любом случае уходит на небо только на третий день на третий день ангел-хранитель с третьего по девятый день показывает ей рай с девятого по сороковой но тут немножко разнятся святые отцы одни говорят что и мытарство проходит и ад показывается одни говорят что сначала ад показывается а в сороковой день ведет уже ангел-хранитель через мытарство к Богу вот то есть тут немножко разница надеюсь милашка ответил если ответил Нажмите, пожалуйста, пальчик, чтобы я видел, что все вижу Спасибо, Господи, благодарю Ваечка, всем молитвы в мужском роде Почему? Можно ли заменять на женский род, если можно, почему не печатывать? Можно заменять на женский род, помилуй мя грешную То есть вот так вот, безусловно, можно менять Почему печатают на мужском? Но изначально печаталось на мужском и священное писание Вспомните, там практически о женщинах мало что говорится Значимость женщины, безусловно, велика Особенно если мы вспомним Царицу Небесную, Богородицу То тем паче мы подчеркнем значимость женщины В спасении рода человеческого Поэтому, ну, просто в одном роде печатать и все Как бы тут я не стал бы привязываться А, не, хотя-то есть, в принципе, обоснования Почему? Потому что глава церкви – Господь А глава семьи – муж, то есть мужчина Поэтому, в первую очередь, наверное, в этом плане Потому что женщина, она уже более послушна и покорна Поэтому, вот одна из мотиваций Более точнее сказать не могу Это, скажем так, предположительно Так, батюшка усопшего отпевать Лучше в храме или дома? Лучше в храме Вообще, раньше какая традиция была Вот почил человек Ну, может быть, полдня он находится дома Следующий день в обед его Вернее, полдня День проходит дома Следующий обед его привозят в храм И уже на третий день в храме его отпевают и хоронят То есть, вот на третий день всегда хоронили Вот Ну, дома тоже можно Но если есть возможность отпевать в храме Это гораздо лучше Потому что человек рождается в храме духовно Значит, я имею в виду крещение, таинство И в последний путь с молитвой Мы его тоже в храме и провожаем Надеюсь, ответил Л английская Если ответил, нажмите, пожалуйста, пальчик Чтобы я увидел, что вы услышали ответ Мне кажется, ты просто работаешь Не хочешь, вот вешаешь лапшу Но я вам скажу так, Александр Во-первых, я служу Я священник Получаю зарплату Плачу налоги и тому подобное Поскольку я понимаю, что Некому плакаться и не нужно это делать Мужчине Если тебе не хватает И должен иметь какой-то еще преработок Вот поэтому Я по возможности тоже через интернет Этим занимаюсь Но не в этих проповедях Ни в коем случае Я ни у кого никаких денег не прошу через интернет Потому что я здесь Несу свой крест как священник Вот Ну, Александр Ну, тут вам судить В первую очередь, наверное, по себе Так, Ирина Владимировна Мне в ямке хорошо будет Не знаю Там уже, в принципе, все равно Спасибо вам большое Спасибо Если человек не ходит в храм Но вдруг заболел И захотел позвать батюшку домой На исповедь Можно так? Если он крещеный Позвать можно Может быть, как раз он тогда И получив эту немочь Он осознал свою греховность И покаяться Выздоровев Если Господь так управит Искренне это хочется надеяться Он будет ходить в храм Главное, чтобы он крещеный был Это условие Потому что В таинствах В первую очередь Участвуют во всех Крещеные верующие люди Вы очень добрый Спасибо, Господь Грустная тема смерти Грустная, но реальная Так, ничего подобного Спасибо за это Да, очень добрый Приветствую, Украина Приветствую вас, Олег По-моему, вы меня сегодня спрашивали Про колокольный звон Если не ошибаюсь На праздник успения Который будет во вторник У нас заканчивается пост Он строгий достаточно был Сразу еще расскажу О посте Некоторые говорят, что Батюшка, я нарушила пост Ну, это в беседе было Это не исповедь Я кушала Картошечку с постным маслом Друзья мои Вот не надо заниматься фанатизмом Вот то, что вы читаете в календаре Сухоедение Беспослого масла Это монастырский устав Это сугубый такой Аскетический устав Я бы его назвал Мы с вами живем в миру Поэтому На праздник преображения Мы даже вкушали рыбу И немножко вина Ну, вина, в принципе-то не пью Но рыбку я вкушал Поэтому давайте мы По немощи своей В том числе и смотреть Если есть какая-то болезнь Нужно подойти к священнику И озвучить ее Чтобы вы в пост Себя еще больше Не загнали в болезни Вот Поститься надо По силам Спасибо, господи Вижу, что услышали Нажали пальчики Так Александр Фролов Священники спасают души Это большой труд Судя по В основке вопроса Вы в храм не ходите У Бога не верите Не нравится А вас никто здесь Смотреть не заставляет Нет Насильно мил не будешь Так Кушать можно все Главное Друг друга не есть Но это в том числе Согласен, Татьяна Так замечательно Сказал Иоанн Кроштадский Главное Друг друга не есть Но вот Насчет кушать все Конечно Не совсем соглашусь Потому что Есть такой Один из смертных грехов Чрево угодья Который порождает Другой грех Это блуд Блуд порождает Печаль Печаль порождает Вернее Блуд порождает Гнев Гнев порождает Печаль Печаль порождает Уныние Вот Поэтому одно с другой Цепляется Как Кольцами Так Одной цепи Поэтому Вот в пост Это сугубо время Когда в том числе Нужно И в плане питания Воздержаться Учитывая Наши болезни Так Побеги Попали Попали Они в аварию Тут Скажем так По промыслу Божию Или по нерадению Водителя Это один вопрос Вот Второй вопрос Как бы Спасутся Не спасутся Это не нам С вами судить Это уже Они придут К Господу И Господь Уже Будет и судить Другое дело Каким образом Они жили О чем я говорю Что не знаем Ни дня нечаса Своего последнего В идеале Мы на службе Молимся Сподобим меня Господи Смерти Смерти Безболезненной Непостыдной Мирной И услышит Добрый ответ На страстном судище То есть Это идеальная Смерть Скажем так Непостыдная Безболезненная Ну вот Знаете Как говорят Уснул и не проснулся Синдром внезапной смерти Вот Хотя В том числе Ты и онкология Это та болезнь Которая тебе дает Возможность И время И покаяние Время для покаяния И спасения Поэтому тут Всякая немощь Она для нас Полезна Потому что Если мы не каемся То мы своим Болезнью порой Искупляем Но лучше конечно Не болеть Всем желаем вам здоровья Так Олег Если ответить на ваш вопрос Нажмите пальчик Если нет Напишите Что хотите еще спросить Можно любить Все Все живое Как Серафим Всех любил Всех живое Всех животных Может быть Но можно Почему и нет Но опять В рамках благоразумного Вообще Господь говорит Кто возлюбит Больше Меня отца Или матер Сына Или дочери Здесь можно В том числе И сказать Мужа Или жену То недостойно То есть Больше Бога Мы никого Не можем любить Так Кушать Все есть нельзя Я ел Все Теперь Сердце больное Ну в том числе Да Может быть Такое Некоторые продукты Очень вредны Особенно Современные Гены Иммуфицированные Иммунифицированные По-моему Так Могу ошибиться Так Простите А как же слова Что спасается Постом и молитвой Нет Как бы нет Немножко не так Постом и молитвой Мы можем Многие грехи Искупить Вспомните Когда привели Юношу И апостолы Не могли исцелить его То Господь его исцелил Еще обличил их За их маловерием Но когда его спросили Как можно еще исцелить Постой молитвой То есть некоторые болезни Наши отступают По посту и молитву По молитве Но в первую очередь Это все созидается На нашей вере Вот Апосты и молитвы Это два крыла Которые могут привести Нас к душе спасению Но Скажем так Понимаете Я пойду каяться Может лучше не грешить Чтобы В чем-то не каяться То есть надо Подходить С разных сторон Вот А есть ли Болезнь При которой Надо есть Не постные продукты Да Допустим Сахарный диабет Больной желудок Ну Разные есть Которые Там Частое питание Там За два-три часа До причастия Даже где-то Порой нужно Поесть Там И таблетку Выпить То есть Это очень Все Индивидуально Чем Тогда Компенсировать Извините За выражение Нарушения В храм Тоже не Ну Я надеюсь Я ответил на ваш вопрос Компенсировать В любом случае Тут по немощему Вкушаем Душенно Психологически Больные Будут иметь Спасение Ну Я вам еще один случай Расскажу Относительно Душевно Это болезнь И Если она Приобретенная Это один момент Человек мучается Бесами Естественно Это уже Определенный Такой Ад на земле Для человека Если это Родовая травма Или приобретенная Там Сотрясение головы Сделали Что какие-то Сдвиги начались То это уже Другой момент Тут уже Скажем так Немощ Знаете Такое Как Искупление Что ли Вот Поэтому Возможно Более За претерпевание Господь Больше даст Этому Человеку Поэтому Тут Спасение Еще раз Подчеркну Не от нас Зависит Относительно Вот я Я сказал Что Олег Спасется Я так Сказал А решать Не батюшке Константину А Господу Поэтому Тут Нужно Соблюдать Заповеди Трудиться Как православный Христианин И Господь Как сказано По плодам Вашему Знаю Вас Онкология Это Не Господь Дает Это Наша Экология Нет Не всегда Не всегда Не согласен Если мы Возьмем Некоторые Трактаты Ученых То там Далеко Не от Онкологии Вернее Не от Экологии Все это Зависит Батюшка Расскажите О Десятине Десятина Это Такая Мера Была Если Можно Так Процент В кавычках Десятая Часть От Дохода Которые Люди Приносили В храм И У меня Сейчас Монитор Опять Потух Сейчас Я включу Вот Которые Жертвовали В храм На содержание Храма И зачастую Благодаря То что Была Десятина Не было Никаких Финансовых Критерий Там Пожертвования За таинство Или пожертвования За свечи Да и свечи Раньше Сами Приходили Приносили В храм Просворки Приносили В храм Сами Делали Проскомедия Откуда И в принципе В том числе Берет начало Потому что люди Приносили Просворки И их просворки Из Их просворок Вынимали Частички Поздравили Покоение Вот И за счет Десятины Содержался Приход Современным Законно Выражаясь Сотрудники Прихода И все было Безвозмездно Вот Сегодня у нас Нету Десятин К сожалению Поэтому Появляется Какой-то Критерий Финансовый Без которого Ну Невозможно Содержать Храм Жить Жить Священнику Сотрудником Храма Священнице Певчим То есть Это К сожалению Такая Безысходность Но если Человек Пришел И говорит Что Ватюшка У меня есть Детки Которые Ну нет Финансовой Возможности Я еще Ни одного Священника Не видел Который Отказал В крещении Или приходят Говорят Мы хотим Повенчаться Ну Будьте Добры Пойдите Нам На встречу У нас Нет Возможность Финансовой Пожертвовать Не вопрос Повенчаю Я Есть Просто Вот У людей Простите За Слово Какая Глупость Ну Реальная Глупость Нет Возможности Ну Не надо Себя Корчить Что Я Такой Самодостаточный Приди Скажи Батюшка Пойдите На встречу Ну Нет Возможности Да Пойдет Ну Просто Озвучьте Это Стыда В этом Нет Есть У вас Реально Тяжелая Ситуация Но Это Не Стыдно Сегодня Нет Завтра Есть Вспомните Иоанн Кроштадтскому Дали мешок С Житие Мы читаем Дали мешок С монетами И он Отдал Тот Бедняку А тот Горит Вы Что Делать Там Такая Сумма Что Можно Храм Построить Он Говорит Он И Построит И Не Один И Как Мы Потом Знаем Этот Бедняк Он Развел Так Свой Современным Заком Выражаясь Бизнес Что Ни Один Храм Построил Поэтому Пути Господни Нисповедимы Вот Так Ольга Надеюсь Ответила На Ваш Вопрос За Десятин Нажмите Пальчик Вижу Все Спасибо Господи Мне Очень Важно Чтобы Я Видел Обратную Связь Что Я Не Сам С С Общаюсь Так Свинину Кушать Не Надо Нет Мы В пост Свинину Не Кушаем Ну Сейчас Во вторник Уже Конец Поста И Будем Разговляться Давайте Так Я Вижу Что Некоторые Вообще Не Понимают Что В пост Нельзя Кушать В пост Мы Не Кушаем Молочное Коровное Яйца Мясо В Успенский Пост Великий Пост Мы Не Вкушаем Рыбу Что Можно Вкушать Все растительное На пост На майонезе Пост На майонезе На пост На масле Можно Вкушать Морепродукты Ну Если Есть Возможность Конечно Потому что Морепродукты Достаточно Дорогое Стоящее Удовольствие Не кажется Это позволить Может Я Очень рад Когда Пригласят В гости Угостят Вот Морепродукты Ну Креветки Кравы И тому Подобное Это Морепродукты Ну Что Все Соки Тому Подобное Компоты Супы Фасоль Да Я вам скажу Я один пост Как-то Поправился На 4 килограмма Обычно Я за пост Теряю 2-3 килограмма А был Как-то У меня Вот 10 лет Я служу Был пост Когда я Поправился На 4 килограмма Поэтому Я вам Уверяю Что Голодным Не будешь Вот Ирина Надеюсь Ответил На ваш Вопрос Нажмите пальчики Вижу Все Спасибо Господи Так Ирина Следующий вопрос Это уже Вот это уже Ирина Моя знакомая Надеюсь Мы с ней Когда-нибудь Все-таки Увидимся Ее супругом Есть люди Больны Альцгеймером Страшная болезнь А если они Крещены Но как же Быть с ними В таком Случае Не могут быть На исповеди Причастия Ну вообще Тяжелый вопрос На самом деле Объясню Почему Потому что У нас Исповедь Причастия Происходит Как любое Другое Таинство Оно происходит В благоразумии То есть Добрая воля Никто не заставляет Сейчас Закрою У меня открылось Ага Вот Никто не заставляет А По доброй воле Мы это делаем Что можно О таких людях Тогда Делать Да Моливни служить Оболящим Ну Очень все индивидуально Я даже не знаю Может быть И по благоразумии Можно их причащать Ну Сомневаюсь Не готов Ответь четко На этот вопрос Потому что Сугубая болезнь Альцгеймер Если не ошибаюсь Вы меня поправьте Это люди Когда все Забывают Или Вообще Не соображают Я не готов Ответь пока На этот вопрос Потому что Если забывают Это один вопрос Тут помочь Можно Поисповедоваться На исповеди Как бы Священник Может подсказывать Помогать И тогда Причастить Вот Если Не ошибаюсь Так Молиться И поститься Все Все Равно Не смог Сможете Я вас верю Господь любит всех Поэтому Нужно быть добрым Ко всем Надо быть Благоразумным Потому что Порой Наша доброта Может еще Больше Вред Принести Давайте пример Вот смотрите Одна и та же ситуация С христианской стороны И с Обывательской стороны Скажем так Глупо Я бы ее назвал Вот есть Такое Понятие Ой Хотел быстро Сказать На языке Крутится Сейчас вы Меня напомните Если Значит Когда болеет Человек И он находится Эвтаназия Вот вспомним Эвтаназия И он Лежит Его жизнь Зависит Скажем так От аппаратов Один говорит Давайте сделаем Доброе дело Чего он мучается Отключим его Пусть уже умрет Зачем его Мучения нужны Верующий Православный Человек Говорит Нельзя нам Грех на душу Брать Мы жизни давали И не забираем Мы будем С ним находиться До последней Минуты Если От нас Что-то зависит В плане Молитв В плане Ухаживать Там Памперс Менять И тому подобное Мы будем Нести свой Этот крест То есть Один и другой Хочет добра Но каждый Хочет его Со своей Колокольни Скажем так Поэтому добро Может быть Порою И во зло Вот на эту Тему еще Расскажу Один случай По-моему Если не ошибаюсь Это метрополит Филарет Дроздов Когда приехал В Америку Если интересно Нажмите пальчик Я вам расскажу Эту историю Все Рассказываю Я просто Навязывать Не хочу Если вы Хотите Вы Нажали И я тогда Уже Рассказываю Если нет То мы можем Дальше по вопросам Идти Он приехал И там У хозяйки Гостиницы И это не единичный Случай Это довольно Часто Бывает такое Ее мучили Бесы Каким образом По комнате Летали Баллоны Сам включался Выключался Свет И тому подобное Всякого рода Искушение Вот И она В какой-то мере В том числе Была одержима Вот и ему Стало жалко Ее Он Сказал Давайте Мы с вами Встретимся Помолимся Я вам помогу И вот Помог он ей И вот Бес из нее Выходит И говорит Ну Молодец Конечно Ты Ну я Своими словами Уже Если бы она До конца Претерпела То получила бы За свое мучение Венец А так Неизвестно Теперь С легкостью По жизни Получит она Его или нет То есть Порой Видите Даже В жития Святых Вот такие Встречаются Моменты Когда Хотели сделать Доброе А на самом деле Нужно было Человеку До конца Нести свой крест Вот так Надеюсь Вам понравилось По моему Митрополита Филарета Дроздова И такое Было В практике Как Относиться К просьбам О помощи В интернете Часто Просят Помощи Деньгами Выкладывают Фото Болящие Все Отправлять Всем Отправлять Деньги Милости Не всем Я Вот Я у себя Вконтакте Вообще Даже пост Написал Не пост Вернее А статус Что финансовую помощь Через интернет Не оказываю По двум причинам Во-первых Рядом есть Масса Нуждающихся И голодных Детей И тому подобное Которым Вы рядом Можете помочь Которые Вы реально Видите Что им нужна помощь Это первое Второй момент Это Мое личное убеждение Никому не навязываю 90% В интернете Прочтающих Это мошенники 90% Я Неоднократно Сталкивался Мы от прихода Жертвовали Помогали И свои личные Помогал И в итоге Как только Помог Я Как у вас дела Спрашиваю Ни слуха Ни духу Вот Поэтому Я через интернет Помощи не оказываю Только личное общение Кого лично знаю Или мои знакомые Лично знают И Говорят Что Да Батюшка Это точно Им нужна помощь Вот тогда я начинаю Какие-то Делать Подвижки В другом случае Отдать Мошеннику И лишить Реального Человека Помощи Кому она нужна Это Недопустимо Поэтому я через интернет Никакой финансовой Помощи Не оказываю Иногда Батюшки Вот ведут Трансляции К примеру Я говорю Батюшка Помолись Там В личку Написал О тех О тех О тех Вот И допустим Там Или на телефон Кину ему Немного денег Там 100-200 рублей Или же Там Если у него К телефону Приписан Привязана Карточка Сбербанка К примеру Я Тогда Через онлайн Банк Перевожу Там Немного денег Знак Благодарности И трудов За его Труды Вернее Вот Это я За себя Лично Отвечаю Как я Оказываю Милосты Или Тружусь Надеюсь Ответил Наш вопрос Любовь Если вы Меня Услышали Нажмите Там Пальчик Как лайк Чтобы я Понял Что Ответил Вот Ответь Как Человек РПЦ Выкачивает Из Государства Миллиарды Долларов А в то Время Как Эти Деньги Могли Спасти Тысячи Смертельно Больных Людей Неужели Вашему Богу Так важны Позолоченные Коробки Чем Не Соглашусь С вами Владимир Вы Наверное Вообще Не знаете О всей Работе Скажем Так Так Называем РПЦ Как вы Называете Вообще Ничего Не знаете К сожалению Или по себе Только Судите Я вам Скажу Что Каждый Храм Каждый Храм В большей Или меньшей Степени Оказывает Помощь Социальную Нуждающимся Людям Вот За наш Храм Скажу Очень много Вещей Которые Приносят На Храм Порой Мы Еще Какие-то Докупаем Мы Отдаем Или Социальный Отдел Чтобы Они Распределяли По Семьям Которые Они Конкретно Знают Или Развозим По Зиме Дрова Можем Закупить Кому Нибудь Или В школе Приготовить Несколько Детей К примеру Но Относительно Каждый Храм Ведет Какую-то Деятельность Русская Православная Церковь Которую Обобщили В Краткой Бериатуре Ведет Огромнейшую Деятельность О которой Вы даже Не Представляете На секунду Просто Даже Не задумайтесь Те же Самые Каналы СПА Союз Они Тоже Призывают К помощи Сами Ведут Деятельность Благотворительную И Помощь Оказывают Я Не знаю Вы Или С какой Планеты Если Этого Не Видите Явно Что Делается А Государство За государство Церковь Не отвечает И у государства Огромнейшее Есть Проектов И Грантов О помощи Людям Больным Тут другой вопрос Знаете Вот Меня Всегда Озадачивал Этот вопрос Ну вот Операция Длится Она 5 часов К примеру Возьмем Какую С потолка Она Стоит Миллион Ну за что Миллион Ну пусть Она стоит Будет 300 тысяч А не Миллион Поэтому Тут Может быть Не столько К государству И У меня Личный вопрос Больше К медикам Почему Она Миллион Стоит А не 300 Медикаментов Но медикаменты Жене Золотые В том числе Поэтому Я понимаю Что каждый Труд Должен Быть Вознагражден Священник Питается От Жертвенника От Алтаря Врач От Своего Труда Это Нормально Когда Человек Получает Зарплату Или Благодар За свои Труды Это Нормально Он Потрудился Он Хочет Кушать Но Не знаю Все Должно Быть В Меру За ОРПЦ Ну вам Виднее Так Так Владимир Не знаю Что Говорит Ну вот Видите Не один Я об этом Подтверждаю Слышали О другой Истинно Православной Церкви Истинно Православной Ну я Стараюсь Вообще Не интересоваться Не вникать Чтобы умом И душой Не повредиться Я В первую очередь Тружусь В Православной Церкви Истина Или Зарубежная Или Полуистина Я Стараюсь Там Или какая-то Раскольничая Сказать Меньше Этим Интересоваться На этом Мне Нету Времени Тут Надо Со своей Душой Каждую Минуту Разбираться И смотреть Поэтому Я слышал О них Но Кратненько Почитал Понял Что это Пока Не то Не сё И не стал Больше Дальше Читать Так Бром Вер Вперед Тем Как Зайти Нужно Вытереть Ноги Сейчас Много Простых Продуктов Можно Поститься Очень вкусненько Согласен Самое Главное Пост Соблюдайте Душой Правильно А то Если Не кушай Жирно И тому Прочее Входишь Угайся То Смысл Совершенно Верно Согласен Алена В первую Чем Языком Мы Постимся Добрый Добрый Веч Благодарю За ответ Слава Боже Владимир Так Выкачала А коробки Золочёные Всё Никто Не заставляет Жертвовать Да Всё От души Хотите Пожалуйста Не жертвуйте Так Привет 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 Я сказал Сергий Я и пока Дошёл до вас Вы ещё Наверное Десять раз Сказали Привет Так Правильно Батюшка Концы Вы говорите Про Миллион Операции Да Ирина Ну Вот Всякого Рода Такого Оскорбления Мы Естественно Отправлять Бан Я очень Редко Блокирую Кого-то Отправляю В бан Но Позволять Себе Оскорбление В адрес Других Людей Ну Это Уже Совсем Недозволительно Сергий Ну Это Не Воспитано Нет Я Вот Если Уже Такой Бан Оскорбление Я Терпеть Ни в коем Случа Не буду Я буду Отправлять В бан Надо Иметь Взаимоуважение Если Тебе Что-то Не нравится Просто Выйди И всё Вот Ну Что Мои родные Мы уже с вами О Час Общаемся Ну Тогда Всё Наверное Благодарю Вас Что вы Были Сегодня В эфире Задавали Вопросы Даже Мне Дополнительных Вопросов Каких-то Не пришлось Дополнительно Говорить Хотя Были Интересные Вопросы Вот Уже Двенадцать Ночи С вами Было Священие Константин Мальцев Это Проект Батюшка Лав Батюшка Любовь Мы говорим О любви Боги Между Друг Другом Давайте Прощать Друг Друга Понимать Не Осуждать Стижать Дух Мир И вокруг Нас Посутся Тысячи Храни Господь Батюшка